Я вот сейчас, пока мы здесь все собирались и ходила пить кофе, рядом со мной оказалась мама, который сын аутист, и мы немножко поговорили, это вот как раз очень показывает ситуацию, когда родители абсолютно чувствуют себя одиноким и раздавленным тем, что происходит, и он не знает, что делать. Она была у невролога, который ей прописал, ну, ей ребенку прописал препараты, и прозвучало еще такое слово, еще от какого-то специалиста, который сказал, что ребенок идиот. Она мне показала фотографии ребенка, я ей показала видео со своим ребенком, и после этого она сказала, что мне стало легче сейчас, ну, на этот момент. Понятно, что это не ситуация, которая решит все, да, теперь надежда на веки вечные. Но это маленький какой-то, знаете, такой момент, который, росточек такой, да, который очень важен для родителей, что их понимает специалист, он корректно с ними общается и разговаривает, тем более, что у меня у самой ребенок, который родился еще в 90-х годах, и тогда не было никакой информации об этом, и что, собственно, вообще происходит, я понятия не имела. Как, наверное, многие родители, я думала, что это у меня такой странный ребенок, непонятно почему. Наверное, он творческий. Она не говорила, она пела иногда, но на каком-то каких-то звуках, которые каким-то магическим образом почему-то я понимала. Тоже не знаю почему. По-русски она так и не заговорила. Я отвезла ее в Штаты и почему-то, опять-таки почему-то, да, то есть это все творческий процесс работать с ребенком. В моем случае это сначала был непрофессиональный путь. Английский язык ей очень понравился. Она мне сказала, что мама, Россия очень странная страна, русский язык очень странный, все эти ваши выражения, да нет, наверное, я этого не понимаю. Мне нужна система. Ну, на своем языке она, естественно, это сказала. И вот английский язык ей понравился. Но дальше пошло больше. Ей понравился японский язык. Очевидно от того, что вот эти иероглифы у нас все было исписано в иероглифах. Все, все. Абсолютно. Везде, где только можно. Я не знаю, каким непостижимым образом она могла их рисовать. Если вы меня сейчас попросите нарисовать пару иероглифов. Кстати, у меня здесь есть пару иероглифов. Я думаю, это займет весь день. Она выучила японский по сериалам, мелодрамам. Кто бы мог подумать, да? То есть я могла бы, например, увидеть, что ребенок интересуется японским, надо нанять репетитора, надо что-то срочно делать. Но я чувствовала, что ничего делать не нужно. И в итоге она смотрела просто сериалы. Я бесконечно слушала. Это плач. То есть мелодрама какие-то. Что-то там происходит, ничего не понятно. Я ставила это как есть. И потом я вдруг услышала, как она по скайпу говорит с японкой. Сказать, что я была в шоке, это вообще ничего не сказать. Конечно же, я ей помогала в ее состояниях, которые у нее, ну, у всех аутистов. Это проблемы вообще с окружением, с общением. То есть создавала определенные условия ее учебы. То есть мы учились в нескольких школах, мы учились на дому, потом мы закончили университет удаленно. Потом я помогала ей в выборе профессии. Это тоже создает определенные ограничения. Я таким стала уже за это время. Я стала специалистом, я отучилась, стала работать. И в принципе уже с ней как мамой и как специалист работала. И она до сих пор, будучи уже замужем, она мне звонит из Японии и спрашивает про своего японского мужа. Мама, я нашла у него в штанах Айкос. Что же делать? Он мне обещал, что он не будет курить. Это все у нее до сих пор осталось. То есть если человек сказал, что он обещал, что он не будет курить, значит он не будет курить. Ну, как у детей, да? Я говорю, Настюля, ну пусть курят. Ну, должны же быть у человека какие-то недостатки. Но ведь он меня обманул. Я говорю, нет, он тебя не обманул. Он тебя берег. В общем, занимаемся вот такими вещами до сих пор. Да. Моя задача сейчас как специалиста состоит в том, что я работаю именно с родителями, с семьями. То есть, вот видите, да, клиент, вся семья. У нас родители выпадают из работы. То есть все сконцентрировано вокруг ребенка. Что-то случилось? Я могу переключать, да? А на какую мне нужно? Середину. Поняла, да? То есть родители выпадают полностью. То есть они, это такие солдаты, воины, роботы. Это те, кто зарабатывает деньги. Это те, кто бесконечно должны быть в каком-то нереально суровом режиме. Все делать. Они сами мучаются от многих проблем. Чуть дальше об этом мы говорим. Но они не являются клиентами. Клиент – ребенок. Вот у нас аутист. Это наш клиент. Все вокруг него. Все ресурсы, все энергии. Вся энергия, все силы, все время, все ребенку. Но родители страдают очень сильно. И родители, когда я, например, занимаюсь с детьми и ухожу, я всегда напоминаю родителям, что две вещи. Первое – это то, что когда вы заботитесь о себе, вы заботитесь о своем ребенке. Если вы думаете, что вы делаете что-то для себя и отрываете от ребенка, это не так. И второй момент – это то, что я не могу быть все время с вашим ребенком 24 часа в сутки. Я бы с удовольствием была со всеми детьми 24 часа в сутки. Но это невозможно. Поэтому вы, вы и есть терапевты такие. Вы создаете дома и в общении с своим ребенком терапевтическую среду. Ну, собственно, это вот задачи терапии. Первое, конечно, с чем обращаются родители – это что с моим ребенком что-то не так. Но я боюсь сказать. Я боюсь сказать, что моему терапевту или вдруг меня отправят к психиатру. По крайней мере, у нас так в России. У нас очень боятся психиатров, что я испорчу ребенку будущее. Если его где-то будут о нем какие-то данные, все, жизнь кончена для моего ребенка, я не знаю, что делать. То есть он находится в ситуации вообще того, что в принципе что-то происходит. То есть это нужно диагностировать, нужно помочь его отправить разным специалистам. Ну и, соответственно, начинается ситуация вообще понимания того, что это вообще со мной, это с моим ребенком, и это навсегда. Это самый сложный период. В моей практике некоторым родителям требовалось 2, 3, 4, 5 лет. Это такой процесс, когда ты просто терпеливо ждешь. Ну, с моей стороны. То есть я понимаю, что происходит с родителем. Я понимаю, что даже если сегодня ему хорошо, не нужно обольщаться. Завтра может что-то произойти непредвиденное. И помимо этого есть, в принципе, развитие ребенка. То есть вот ему год, два, три. Потом надо делать что-то с детским садом. Какой детский сад идти, как общаться. Как общаться с друзьями, родителей, семьи. То есть весь социальный круг. Как работать. Кто зарабатывает деньги в семье. Папа, мама занимается за ребенком. А что тогда, чем она занимается? Папа. Потом выбор школы. Как выбирать школу. Есть родители, которые даже переехали из Москвы в другой город, Подмосковье, только чтобы ребенок ходил в ту школу, где ему максимально комфортно, и где большее количество различных программ. Ну, таких простых. Даже, например, театральная студия, которая очень нравится этому ребенку. И отношение к ребенку соответствующее. Поэтому принятие ситуации – это очень длительный процесс. Коррекция вот этих всех состояний родителей и родственников. То есть я встречаюсь, например, с бабушкой, с дедушкой, которые мне говорят, аутизм – это что вообще? Он просто плохо себя ведет. Он же нормально выглядит. С ним все в порядке. Конечно, 60-70-летнему человеку что-то объяснять бесполезно. Я говорю, не волнуйтесь, мы работаем, все будет хорошо. Вы, в чем ваша задача? Ну, просто когда ребенок к вам приезжает в гости, то не надо позволять ему абсолютно все, что он хочет. Потому что, конечно, ребенок – он манипулятор. И он начинает вами крутить, и вы нарушаете наши процессы. То есть я даю какие-то простые задания. Конечно же, я поддерживаю родителям. Но сами факты о существовании, наверное, существовании моего ребенка. Да? Нет, показался же вопрос. Я даже иногда устраиваю встречи, когда Настя в Москве, бывает, ну, или онлайн, встречи детей примерно такого же возраста, там, 10-15-18 лет, с моим ребенком. Просто пообщаться, чтобы потом с этим ребенком, с которым я остаюсь, с которым я занимаюсь, и с родителями, говорить о том, что, ну, вот, посмотрите, вот, да, Настя, конечно, не все разные, но мы имеем всегда какие-то резервы, и все равно в ребенке что-то есть. Давайте мы это найдем. Давайте мы попробуем, что у вас нет денег вот этим заниматься. Хорошо, давайте мы попробуем этому научиться. То есть я всегда ищу возможности, всегда ищу путь. И этим самым вот эти конструктивные установки, да, в том числе они, естественно, сказываются на семейных отношениях, потому что папа чувствует и родители, ну, в смысле бабушка, дедушка, там, тетя, дядя, чувствуют себя как-то безопаснее, наверное, да, увереннее, спокойнее. Отдельная тема – это еще дети в семье, которые есть, которых я стараюсь как-то разгрузить, чтобы вот не было такого, что если что-то со мной случится, думают родители, зато у меня есть старший ребенок, или зато у меня есть младший ребенок, вот такой, знаете, ребенок про запас, это ужасно, конечно, да, ну, в смысле того, что я понимаю, но это, конечно, не то, что нужно этому ребенку. Вот, поэтому я стараюсь как-то этого ребенка уберечь от всего этого, да. Ну, и, соответственно, я знакомлюсь с разными специалистами, потому что вот эта реабилитация, она должна быть комплексной, даже если нет возможности финансовой, то хотя бы это какие-то группы, там, фейсбуки, телеграм-каналы, это книги, это какие-то ютуб-каналы и так далее. Особая ситуация в стадии горя, да, это горевание, оно, наверное, происходит постоянно, ну, по крайней мере, очень много лет, когда мы думали, какой ребенок у нас будет, но он получился совсем другой, и мы его не знаем, и мы не знаем, что с ним делать, и нам страшно, мы беспомощны, мы не можем взять и родить другого ребенка, мы имеем именно этого ребенка. Но это все тот же самый ребенок, и мы его все так же любим, хотя при этом мы в какой-то степени потеряли ребенка, да, то есть это очень амбивалентное состояние, такие противоречивые, то есть мы потеряли ребенка, и мы приобрели ребенка, только другого, которого мы не знаем. Второй момент в этом вот горевании, это то, что в этой борьбе результаты очень долго приходится ждать, это так, поэтому я очень часто говорю одну и ту же фразу, вы думаете, что ничего не будет, нет, это не так, вы сегодня это сделали, ничего не произошло, это вам кажется, это не так. И я вижу, как эти дети вырастают, подрастают, и результаты приходят. То есть родители нужно поддерживать все-таки в том, чтобы чувствовать, что все, что они делают, они делают это не зря, да, все равно все это будет. Конечно, самое страшное, наверное, для родителей – это будущее, будущее ребенка. Что будет, если у меня не будет? Что будет с этим ребенком? Они даже пытаются в какой-то степени прикрыться мною, что вот есть Ирина Юрьевна, она же не бросит моего ребенка. Но я понимаю, что это такое немножко фантазия, хотя, конечно, я не брошу этого ребенка, но я этого не говорю, потому что родитель должен, с одной стороны, все-таки быть уверен в том, что с ним все будет хорошо, с другой стороны, максимально быть настроенным на то, чтобы вкладываться у ребенка, чтобы он смог выжить, и работать с другими родственниками, да, то есть там с родителем, и с отцом, и там бабушке, дедушке, например, предположим, если они еще достаточно молодые. То есть какие-то должны быть вот это вот, какой-то групп семейной помощи, если есть страх, что будет дальше. Но здесь еще он двойной страх, что будет дальше, если меня не будет, и что будет дальше с ребенком, как он сможет быть самостоятельным. Почему он не может быть самостоятельным? Он может, да. Первый переворот происходит, когда ребенок начинает говорить, и у родителей, конечно, очень много появляется сразу планов и душевных сил и так далее. Но при этом все время происходит такой, как бы, проходящей нитью ситуация истощения. Родитель все равно истощается. Он не замечает этого, это происходит постепенно, поэтому мне постоянно приходится говорить, пожалуйста, сделайте что-нибудь для себя. Пожалуйста, если вы хотите учиться, пожалуйста, поучитесь. Можно онлайн учиться. Пожалуйста, если вы хотите что-то купить себе, я вас очень прошу, купите себе. Я даже приезжала, например, к одному ребенку, чтобы родители сходили в кино. Это занимало там 4 часа, и я кормила ребенка, кладывала его спать. Это было похоже что-то типа, я психолог-няня. Но мне было все равно, потому что я знала, что в смысле того, что мне было все равно, как я называюсь в данный момент, главное, что я понимала, что родители могут 4 часа сходить в кино, провести время вместе и быть уверенными в том, что с их ребенком все в порядке, что я с их ребенком. То есть они истощаются, им нужны ресурсы. А, переживание вины. Но я уже об этом сказала, что вина, она будет постоянная. Чувствую, что ты сделал что-то не так в принципе, хотя ты все сделал так. И даже если ты что-то там не то было во время беременности или родов, или прививки, или еще что-то, это не важно. Может ничего не быть, но ты все равно будешь чувствовать себя виноватым. Эта вина, она может снижаться, но она не уйдет полностью до конца. С этим нужно смириться, потому что жизнь несовершенна. У этих родителей есть определенное чувство вины, у других родителей есть что-то другое. Поэтому к этому нужно относиться нормально, что родители переживают вот эту вот вину. С ней нужно как-то вот смириться, но она должна быть не критического уровня. Вот это задача основная. Вместе с этим родители испытывают периодические состояния депрессии. Это, как я сказала, связано с истощением, с отдалением между супругами, с большими нагрузками, психологическими, финансовыми нагрузками и с изоляцией, потому что их часто обвиняют, с ними не хотят общаться, они не могут никуда выйти. У меня осталось 3 минуты, я надеюсь, я успею все сказать. И они сами изолируются тоже. То есть они не хотят, чтобы кто-то видел, кто-то знал. Они не хотят, чтобы... Им кажется, как будто они оголенные. Вот это они чувствуют. Им очень тяжело, родителям. Собственно, здесь вот то, о чем я говорила, что помогая и заботясь о себе, родители помогают своему ребенку. И здесь я говорю еще о том, что они не только ребенку помогают, но и меняют отношение общества к детям с расстройством аутистического спектра. И то, что здесь самое главное, то, что сам по себе ребенок, он не разрушает с аутизмом, не разрушает жизнь и не разрушает семью. Важно то, что родитель делает, думает и как он реагирует. И это очень важно. Про группу поддержки я уже говорила, что очень важно это иметь. Ну, по крайней мере, читать. Вы можете не участвовать, но можете читать. Это очень важно. У меня есть ряд книг, которые я рекомендую родителям. Вот мама, с которой я сегодня общалась, если она здесь сидит, то она может рассчитывать на мою поддержку. Можете не сомневаться, вы не одна. Это то, что мне говорили родители. Я спрашивала, что вы делаете, когда вам вообще невыносимо. Они мне говорили, вот я Паралов Виллимса слушаю. Музыка такая. Это из клипа я сделала такое. Одна девушка говорила, что она фотографирует деревья и птиц. Оно какое-то время уходит в парк и фотографирует. Одна девушка говорила, что моя мечта купить кроссовки и начать бегать. Так, одна девушка пишет стихи для себя. Одна девушка ходит на массаж просто головы и есть специальный массаж. И вот так вот она отдыхает. Одна девушка, я так говорю, это мама, качается на качелях. Это такие простые вещи, но они доступные. Качается на качелях. А это я написала о том, что что-то происходит, даже если тяжелое и плохое. Помните, это настоящий момент. Это не вся жизнь и не все будущее ребенка. Ребенок вырастет. И я знаю, что у него может и будет жизнь. Он будет жить. Родители, держитесь. Я точно есть у вас. И много других специалистов. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, я была полезна. Ну что, Таня, начинай тогда. Я пойду быстро установлю презентацию. Раз, два, три, четыре, пять. Вы меня слышите? Отлично. Итак, меня зовут Татьяна Морозова. Я представляю фонд «Обнаженные сердца». Я клинический психолог, я работаю в России. Также я приглашенный профессор кафедры детской неврологии университета Нью-Мексико. Вместе со мной мой коллега Святослав Довня, который сейчас бегает с компьютером и сейчас к нам вернется. Он детский невролог, поэтому мы вдвоем являемся такими двумя частями команды. Маленькая, междисциплинарная, какой-то обобщенный сумасшедший психоневролог. По поводу темы нашего выступления я хотела бы сказать огромное спасибо детям и родителям, которые учат нас. Спасибо Арине и всем родителям, которые пытаются делать жизнь детей с расстройством аутистического спектра лучше. Мы специалисты, мы выбирали аутизм, как наш специалист. Родители не выбирали аутизм, но то, что делают родители, намного важнее и больше часто, чем можем сделать мы. И история нашего фонда, она тоже начинается с семьи. Потому что у Наташи Водяновой есть сестра, Оксане 32 года, у нее тяжелый аутизм. И все, что делает фонд «Обнаженные сердца», по сути, началось с Наташиной личной истории. И мы очень благодарны всем семьям. С нами вместе наша коллега Инна Монова, представляет программу «Каждый ребенок достоин семьи». Инна, помаши рукой где-то. Она на самом деле наша главная начальник и руководитель программы. А сейчас, собственно, мы поговорим о том, о чем хотели бы поговорить. Но прежде чем Слава начнет говорить умные слова, я хочу спросить у вас. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь поднимите руки, кто не покупает просроченную еду в магазине? Тань, вставай, чтобы нам видеть людей. Что? Вставай, чтобы ты людей видела, иначе мы не увидим. Хорошо. Вы не покупаете просроченную еду в магазине? И вы очень правильно делаете. Скажите, пожалуйста, вы пойдете по мосту, который, скорее всего, рухнет? Нет, не пойдете. Почему вы это сделаете? Потому что вы знаете, что другие люди уже упали с моста. Вы знаете, вы хотите, чтобы инженер, который строил мост, почитал книжки о том, как делать мост? Или вы хотите, чтобы он создал авторскую методику строительства моста? Вот он будет первый, он придумал, и никто до него таких мостов не строил. Вы же, наверное, хотите, чтобы это был настоящий мост, построенный настоящим инженером, который долго учился, и который знает, что какие мосты уже упали, а какие будут стоять. Поэтому нам на самом деле нужно вот то, что написано здесь. Практики с доказанной эффективностью. То, что доказано в исследованиях. И мы в фонде очень сильно в это верим. И вот это вот Петербург, мы с Таней из Петербурга, фонд в Москве находится, но мы работаем по всей России. Вот раньше Петербург выглядел так, а теперь Петербург выглядит вот так, потому что там есть небоскреб, потому что там есть всякие разные стадионы. Все меняется. И программы для детей с аутизмом тоже меняются. То, что мы думали пять лет назад про аутизм, совсем не похоже на то, что мы знаем сейчас. Те исследования, которые были 20 лет назад, почти никому не нужны. Они представляют в большей степени историческую ценность. И на самом деле, что мы знаем про аутизм? Мы знаем, что количество детей с аутизмом растет огромными шагами. Очень быстро. Мы не знаем точно причины. Может быть, мы лучше ставим диагноз. Может быть, мы действительно чего-то не знаем об окружающем мире и о каких-то воздействиях на человека. Но мы точно знаем, что детей с аутизмом много. И это самое часто встречающееся нарушение в развитии. Мы знаем, что детей с аутизмом больше, чем детей с синдромом Дауна, с онкологией и с серебральным параллечом вместе взятых. Мы знаем точно, что аутизм – это огромные затраты. И мы знаем, что для того, чтобы мы справлялись с этой проблемой, нам нужно вместе думать, как это делать. Ну вот, это цифры, которые вы найдете легко на Центре по контролю заболеваемости Соединенных Штатов, потому что они лучше всех пока собирают статистику. Вот там есть такой 1,38. Мы не знаем, можем ли мы доверять вот этой цифре. Это очень высокая встречаемость. Это данные из Бахрейна и Южной Кореи. Мы не знаем, то ли они так точно посчитали, то ли они как-то не так считали. Поэтому мы пока ориентируемся на американские данные, которые говорят нам 1 на 59. И это очень-очень много. Аутизм – это спектр. И люди с аутизмом, они очень разные. И когда мы говорим о них, мы говорим… Есть такое понятие в английском языке «people first» – сначала человек. Мы теперь и в русском языке это используем. Мы не говорим «человек хромой, косой, лысый». Мы говорим «человек с лысиной», как, например, я, или «человек с аутизмом», как специалисты. Родители могут говорить как угодно. Но как специалисты мы должны быть уважительны и говорить сначала «вот его зовут Слава», а потом уже какие-то вторичные признаки, которые у него есть. И когда мы думаем о спектре, мы думаем о том, что есть люди, которые могут функционировать очень высоко, у которых очень высокий интеллект, есть люди, у которых больше сложностей. Или есть люди, которые умеют говорить, или есть люди, которым сложнее будет научиться говорить. Но каждому из них мы можем помочь. К сожалению, в России диагноз ставят очень плохо. Я боюсь, что это не только наша проблема, но и многих стран в мире. И вот, например, данные фонда «Выход» – это наши коллеги, с которыми мы довольно тесно работаем. И они… Вот нижняя цифра – это то, сколько диагнозов стоит в разных городах, а верхняя цифра – это сколько должно бы было быть, если бы мы взяли хотя бы цифру 1 на 100. Вот самую такую консервативную цифру, которую нам дает ВОЗ. И смотрите, вот там есть Петербург, из которого мы, собственно, родом станем. И, к сожалению, цифра очень позорная. Только каждый 20-й ребенок с аутизмом имеет диагноз «аутизм в Петербурге». Все остальные ходят или с другими диагнозами, или не имеют диагнозов вовсе. У них стоит умственная отсталость, эцефалопатия, шизофрения, все что угодно. Но у них нет диагноза «аутизма». И поэтому им очень сложно оказывать настоящую помощь. И поэтому родители не могут объединиться, они не могут требовать услуг для своих детей, потому что они не знают, что с ними. Они платят деньги за вот все вот это, то, что не помогает, а иногда приносит страшный вред, за холдинг, за кортексин, за наотропил, за массаж, за развитие мелкой моторики для развития речи, за все то, что делать бессмысленно. Мы тратим огромное количество ресурсов, у нас огромное количество специалистов, но все они зачастую делают то, что давным-давно устарело или просто не является никакой доказанной эффективностью. Поэтому мы должны думать о том, как мы меняем эту ситуацию. И проблема аутизма, она ведь очень такая хитрая, да? Аутизм – это поведенческий диагноз. Значит, нет никакого медицинского инструмента, который мог бы поставить этот диагноз. Есть только моя голова. Если я умею ставить аутизм, значит, у детей будет диагноз аутизм. Если я его не умею ставить, это поведенческий диагноз. Кто наблюдается поведением? Другой человек. Психиатр, психолог, невролог, педиатр – тот, кто обучен это делать. Если эти люди не обучены, значит, у вас не будет диагноз аутизма, значит, будут другие диагнозы. И, соответственно, вот эта проблема с тем, что нет биомаркеров, нельзя сдать анализ крови, нельзя сделать МРТ или генетический анализ, поставить диагноз аутизм, она приводит к тому, что очень много людей спекулируют и зарабатывают на этой проблеме. Они обещают вылечить, они обещают сделать очень много-много-много разных не очень хороших вещей. Ну, на самом деле, в утешении, надо сказать, для России, что не в деньгах счастье. Вот, например, статья про Францию, и они считают во Франции, что они отстали на 50 лет. И потому что у них в России очень большое было засилие дефектологической парадигмы. Долго наши психиатры были убеждены, что аутизм – это часть шизофрении. Во Франции другая проблема, там очень много психоанализа, детского психоанализа в том числе. Этот детский психоанализ не дает развиваться современным программам. Они открыто об этом говорят, поэтому, ну, вот это вот статья из газеты. Я встречался с моими коллегами из Мадам Миттеран, о, Господи, Мадам Макрон, и она, соответственно, планирует большие действия, поэтому специальный фонд сейчас во Франции есть. Но проблема для нас-то какая? Не всякий человек, приехавший из Запада, является передовым экспертом. Мы должны понимать, что во многих странах на Западе нет нормальной помощи людям с аутизмом. То есть нам нельзя примеры брать из Франции, нам очень ограниченно можно брать примеры из Германии, потому что, соответственно, там не так все здорово с коммуникацией, по идеологическим программам. Поэтому мы должны хорошо думать, откуда мы берем экспертизу. Ну, и наша стратегия, она, соответственно, смотрите, есть потребности детей, есть родители, есть, соответственно, политики, которые на самом деле хотят менять. Они дают деньги, они строят новые больницы, они выделяют финансирование, но очень часто нет знаний профессионалов. И на наш взгляд, вот это черная дра, которую нам и нужно закрывать. Нам нужно учить психологов, врачей, педагогов, других специалистов, которые должны помогать родителям. Ну, и, соответственно, наш основной принцип – это услуги с доказанной эффективностью. Мы, как мы выбираем эту экспертизу? Мы сотрудничаем с большим количеством университетов, которые являются очень, так сказать, известными в данной области. Мы не пытаемся придумать наш велосипед с квадратными колесами, который поедет плохо. Мы хотим взять тот велосипед, который уже хорошо едет, но потом адаптировать, улучшить и, соответственно, перевести на русский. Мы об этом немножко поговорим. Значит, про аутизм. Лекарства нет, эффективная помощь есть. И мы сейчас поговорим, как это может выглядеть. Смотрите. Значит, Таня, давай дальше. Что до сих пор написано в наших учебниках, что имелось в мире примерно 25 лет назад, считалось, что большое количество детей с аутизмом не осваивают вербальную речь. Мало того, у достаточно большого количества детей с аутизмом есть выраженные когнитивные проблемы. Это не так, со сменой парадигмы профессиональной. И на сегодняшний день в Соединенных Штатах лишь 25% детей к началу школьного обучения, что у них 5 лет, соответственно, не владеет вербальной речью, но это не означает, что они не общаются. Поехали дальше. Давайте мы приведем пример, покажем некоторых из наших детей, которые расскажут вам эту историю гораздо лучше, чем мы со Славой. Итак, это Василиса. Она пришла на тот момент, это примерно начало сентября, 15 сентября. Вот она пришла в программу. Смотрите, как она себя ведет, как она выражает свое желание и нежелание. Можно звук прибавить? Очень здорово, она кричит, она тянется. Ну и, соответственно, когда ей что-то не нравится, она тоже кричит и тянется. Она очаровательная маленькая девочка, ей 3,5 года. И когда ты прекрасная малышка, все очень здорово. Но когда этой малышке ей будет уже 13-14, кричать, отталкивать, не является хорошим способом коммуникации. То есть, смотрите, она на этот момент полностью невербальная, это значит, она не умеет говорить. И все, что она умеет делать, она кричит. Когда она хочет, кричит, и когда не хочет, она кричит. Но она еще иногда толкается. Поехали дальше. Она 6 недель в программе, и мы стараемся использовать технологии, которые помогают заменить крик более приемлемым способом коммуникации. К сожалению, русская грамматика не очень позволяет использовать планшет с голосовым выходом, поэтому у нее простое устройство, которое называется коммуникативная доска. И мы учим ее просить отказываться знаком, а не криком. Давайте на нее посмотрим. Мне очень хочется эту штучку. Если вы посмотрите на ее губы, вы увидите, что постепенно она начинает повторять это слово «дай». Ей пока очень хочется покричать. Это то, чем она пользовалась в предыдущий 3,5 год своей жизни. Я вас попрошу в интернет не выкладывать видео детей, если вы снимаете с экрана. Это только для вашего личного пользования. Видите, она еще иногда это делает. Это коммуникация. Мы знаем, что дети, мы поэтому и говорим, человек с аутизмом, ребенок с аутизмом. В первую очередь дети. И любому ребенку нужно играть. И вот эта часть ее игровой программы, на самом деле это программа Jasper, которая была создана в университете Калифорнии. Василиса играет уже неплохо и способна на простые ролевые игры. В данном случае она пожарной. Поведенческая программа в игре – это очень сложно. Мы вам покажем поведенческие программы, которые более структурированы. И с них надо вам учиться, если вы будете начинать. Потому что игровые программы – это самые сложные. И здесь очень статистическим образом работает с ней педагог. Она не задает вопросы, какая у тебя шапка, какого цвета шланг. Она скорее следует в игре и пытается развивать то, что делает девочка. Но это при этом поведенческая программа. Это не просто следование за ребенком, как мы раньше делали. С огромным количеством сбора данных и так далее. Давайте посмотрим нам, возможно, более знакомую вам часть. Это структурированное обучение методом дискретных проб. И в данном случае мы работаем в том числе на развитие речи. Василиса уже четыре месяца, она начинает говорить. Что она делает? Пока, к сожалению, ее звуки еще не совершенны. Но она старается, она общается, она использует речь. И вы видите огромное количество бланков. И вы помните статистику про то, что дети не говорили, заговорили. Вот этот ребенок без вот этой дополнительной коммуникации поэтической программы всю жизнь был бы невербальным. И пошел бы, скорее всего, не в ту школу, в которую она пойдет. Это не значит, что мы излечили руки. У нее остались проблемы, и ей нужна большая помощь. Итак, завтра у нас будет воркшоп, касающийся маленьких детей. А здесь мы представляем большое количество разных программ, которые мы на сегодняшний день и развиваем. Если говорить о маленьких детях, то это игра совместное внимание, в данном случае JASPER. Это поведенческие программы для дошкольников. Продолжение сопровождения детей в школах, детских садах. Это обязательная поддержка родителей. На сегодняшний день мы используем две программы. Одна из них британская для родителей и дошкольников. Называется она Early Bird или Ранняя Пташка. И вторая – это ВОЗовская программа, которую они разработали совместно с Autism Speaks. Это программа CST или тренинг родительских навыков. И смотрите, программ для аутизма много. Многие из них имеют доказанную эффективность, и вы должны выбирать только их. В разном возрасте программы будут разные. Для разных детей программы будут разные. Если вам кто-то скажет, что у него есть одна программа для аутистов, это неправда. Это примерно так же, как у нас есть одни ботинки, они славяны, и славяны в них очень хорошо, а всем остальным, наверное, не очень. Это набор, который мы в нашем фонде «Обнаженные сердца» развиваем, переводим, адаптируем для постсоветских стран. Едем дальше, у нас всего 9 минут. Да, я помню. Но у вас есть свои программы, и вы сможете их тоже находить. Итак, очень важно, чтобы программы помощи были направлены на ключевые дефициты. Едем дальше. Некоторые соображения относительно важных элементов вот этой самой практики, конечно же, подходы, основанные на прикладном анализе поведения. Конечно же, должной степени интенсивности и включения семьи, и вообще реальной жизни. Давайте посмотрим маленькие кусочки. Это другие ребята, которых мы продолжаем сопровождать. И начнем мы с девочки Иры. Ей на момент начала съемки 3 года, 3 месяца. И мы видим ту же самую историю. Она кричит. Она кричит и плачет. Она пытается ударить педагога. И, в общем, это то, чем она научилась пользоваться в течение предыдущей жизни. Ей нравятся игрушки. Она хочет ими играть. Но ей сложно вступать в взаимодействие. Поэтому она научилась отказываться таким способом. Идем дальше. Двое детей, сейчас вы их увидите. Это девочка Вера и мальчик Гриша. Они посещают интенсивную поведенческую программу уже в течение полутора месяцев. И вы посмотрите, как трудно эту девочку вовлечь. Сколько педагогу приходится усилий приладить, чтобы привлечь ее внимание. Все дети, которые вы сейчас видите, на этот начальный момент они не говорят, не вербают. Не пользуются речью, но мы используем дополнительные коммуникации. Видите, она уходит, и вот там что-то на стене гораздо более интересно, нежели вот эта замечательная женщина, которая с игрушками, вкусняшками и всем остальным пытается привлечь внимание. Это Гриша. У него много всяких гримас. Он пока еще не вербален, но учится выполнять инструкции педагога. И вы сейчас видите структурированное обучение при помощи дискретных проб. Это переходная проба, поэтому она, собственно. Гриша тоже около 3,5 лет, и он только начал входить в эту самую интенсивную медведенческую программу. Надо сказать, что она на базе дошкольного учреждения. Дети посещают программу 3,5 часа в день, каждый день. Это та же Ира, которая, помните, не отвечала, дралась и бросалась материалами. Она спокойно выполняет инструкции педагога, мол того, она начинает отвечать вокально на вокальные инструкции. У нее остался аутизм, это тот же ребенок. Мы просто помогли ей понять, почему отвечать лучше, чем не отвечать. Что общение с человеком может быть интересным и приятным. Дети обычно посещают нас интенсивную медведенческую программу в течение года, года учебного, после чего идут в детский сад. Все наши программы, естественно, бесплатные для семей. Можно звук на видео чуть-чуть добавить, чтобы было слышно, как они говорят. И педагоги детского сада нуждаются в обучении, поэтому мы продолжаем сопровождать наших детей. Видите, дети отвечают на вопросы, они на занятии логопеда, который владеет специальными технологиями благодаря курированию специалистов фонда. Вы видите, что ребята отвечают на вопросы, выходят к доске. Гриша на данный момент около пяти лет. Это тот же самый ребенок, который строил гримасов. Ну и, соответственно, Верочка внимательно за ним следит и делает примерно то же самое. Это Гриша, Вера и Ира. Это съемка на телефон, не очень хорошее качество. Педагоги были в таком восторге, что в WhatsApp нам отправили видео. Это Верочка, которая рассказывает в стишке. И у нее остался аутистик. Это Ирочка красавица выросла. У нее чуть сплошнее ее аутистическое расстройство. Она абсолютно вербальна, но иногда сложно понимать свое тело в пространстве. Смотрите, начало программа была одна. Им нужна была дополнительная коммуникация. Вы видели вот эти устройства, на которые они пальцем показывали. Но они переросли. У них появилась речь. Им больше не нужны. Им нужно оттуда. Он играет несчастливый. Это Григорий. Я говорю, что это Григорий. Он тоже рассказывает спешок. Он недостаточно громко это делает. Зато в галстуке. Очень красивый парень. Давайте дальше, чтобы время их сэкономить. Теперь вы увидите Веру и Иру. Они играют со сверстниками. Это инклюзивный сад. Соответственно, Верочка изображает доктора. Она уже больше года ходит в детский сад. Мы продолжаем ее сопровождать. Там отдельная группа, к сожалению, пока мы не смогли сделать так, чтобы они были все время в общей группе. Но это особенности просто российской системы образовательной. Итак, не очень хорошо мы слышим, но она спрашивает, что болит. И предлагает какого-то рода медицинскую помощь. Это Вера стала пациентом. Она говорит, что у нее болит рука. Мы, к сожалению, совсем не слышим звука. Поверьте нам, мы монтировали это видео. Мы знаем, о чем они говорят. Следующим маленьким эпизодом будет Вера и Ира. То есть, соответственно, здесь девочка без аутизма доктор, девочка с аутизмом пациента. Следующий маленький клип будет Вера и Ира, которые пытаются проигрывать ту же самую сценку. Вы знаете, как сложна игра по наружке. Ира пришла на прием к Вере. И, в общем, неплохо у них получается этот диалог. Смотрите, когда вам говорят, что поведенческая программа это только дискретные пробы, это не так. Это большая неправда. К поведенческим программам относится огромный спектр вмешательств. А мы едем дальше, у нас осталось 3 минуты. Ага. Ага, мы ничего не успеваем. Это пропустим давай. Все понятно. Тоже, в общем... Подожди, пожалуйста. Когда мы говорим о необходимости подготовки специалистов, это действительно важнейшая вещь. И для того, чтобы использовать эти самые эффективные программы, нам надо подготовить огромное количество людей. А здесь кроется большой подвох. Мы думаем очень часто, что подготовить специалистов, значит, согнать вот такое большое количество народу и прочитать им лекцию. Это не так. Взрослые учатся по-другому. Когда вы учитесь водить автомобиль, когда вы учитесь танцевать танго, когда вы учитесь готовить, я не знаю, пельмени, блины, манты, еще что-то такое, вы делаете, делаете под чьим-то наблюдением. Поэтому быстрой подготовки специалистов быть не может. Это серьезный, долгий путь, который включает обязательные практические занятия и супервизии. Поехали дальше. Пытаемся мы оценивать экономическую эффективность тех программ, которые мы проводим. Это Boston Consulting Group, который оценил эффективность нашего проекта по обучению учителей и сопровождению детей школьного возраста в школах. Получается, что индекс социальных инвестиций составляет 2 к 1. То есть этот проект еще и выгоден для государства. В данный момент мы проводим примерно такую же оценку эффективности, но про рангельской программы или ранняя пташка. Ну и мы надеемся, что это тоже действительно эффективно и надеемся, что мы получим хороший результат, потому что предварительные штуки уже сделаны. Данный слайд – информационная платформа фонда, которая открылась не так давно. Там огромное количество материалов, которые мы стараемся оценивать с точки зрения доказанности и недоказанности. И на самом деле в русскоязычном интернете довольно сложно ориентироваться, поскольку вот огромное количество информации и мы не можем сказать точно в процентах, но подавляющее большинство ее – это коммерческие предложения или предложения недоказанных или потенциально вредных методов лечения. Поэтому, собственно, мы для себя поставили задачу, что вот на нашей платформе мы будем публиковать только то, что имеет доказанную эффективность. И, в общем, сейчас фонд «Выход» то же самое делает. То есть вот два есть ресурса – русскоязычных, на которых вы можете основываться, когда вы выбираете какие-то программы на сегодняшний день. Ну и спасибо за внимание. Мы уложились. Ух, я даже не верю. Спасибо большое. В заключение, наверное, у нас есть еще возможность ответить на какие-то вопросы. У нас есть вопросы, на самом деле, с аудиторией. И один из главных вопросов, который всегда появляется, я тут обобщу два в одном, наверное. В чем причина возникновения аутизма? Есть ли научное обоснование? Откуда? Давай, Слава, ты врач. Это вопрос, который раз в десять в день приходится отвечать. Есть короткая версия, есть длинная. Какую вам? Средняя. Средняя нет. Есть или короткая, или длинная. Короткая никто не знает. Есть длинная, точно известны генетические причины. Что это значит? Вообще, человеку, чтобы выжить, нужно постоянно мутировать. Мы с вами постоянно мутируем. До нашего рождения мы являлись следствием некоторой мутации и хромосом двух человек. В течение нашей жизни мы подвергаемся воздействиям, и, собственно, у нас возникают новые мутации. Вот в то, чтобы у человека появился аутизм, вовлечено порядка двухсот генов. Ну, в разных работах от 150 до 300 описывают, но вот 200 такая средняя цифра, которая чаще всего встречается. И, соответственно, только есть очень три четко описанных генетических мутации, которые всегда приносят к аутизму. Но они описывают от двух до трех процентов аутизма. То есть вы не можете сделать генетический анализ, потому что есть очень узкая группа синдромов, которые связаны. Что это значит? Почему вот эти 200 генов, они не всегда приводят к аутизму? Я, когда с родителями это обсуждаю, и когда студентам своим объясняю, докторантам, я пытаюсь, соответственно, им какие-то примеры такие, чтобы они зрительно представили. Вот вы смотрели все бриллиантовую руку, да, фильм? И вот там дверь открывается. Помните, замочки нужно поставить все в одно положение. Вот нужно, чтобы некоторое количество генов совпало, и тогда получится аутизм. Если нам всем с вами провести панели, то окажется, что у нас у каждого есть, ну, наверное, почти у каждого или у всех, некоторые гены, которые из этих двухсот присутствуют. Почему они у кого-то включились, а у кого-то не включились, мы не знаем. Как это работает, мы не знаем. Мы знаем, что аутизм чаще встречается с другими нарушениями в развитии. Вы хотели длинную версию, тоже я, поэтому меня остановите. То есть, допустим, аутизм в три раза чаще при синдроме Дауна. Он чаще встречается при некоторых других генетических синдромах. Опять же, он не вызывается синдромом Дауна, и он не вызывает синдромом Дауна, это называется коморбидность, когда два состояния бывают чаще вместе. Ну, об этом можно очень долго говорить, а вывод-то какой? Мы пока не знаем, это вот как вот лекарства нет, а помощь есть. Спасибо большое. Это у нас с Сюзанной есть поговорка о том, что мы все в спектре. А вот это нет, а вот это нет. Вот смотрите, какая штука, аутизм – это серьезно. Это то, что мешает человеку заводить друзей, выходить на работу, посещать обычную школу иногда. То есть родители испытывают серьезнейший стресс. Вот когда мы говорим, что он есть у всех у нас, мы обесцениваем на самом деле их борьбу и их жизнь с аутизмом. Поэтому это не так. Аутизм – это серьезно. И тогда у меня есть вопрос, который неоднократно повторяется, на самом деле, который беспокоит всех родителей, будущих в том числе. Какой главный поведенческий признак, свойственный всем детям с аутизмом, какой признак является основополагающим при постановке диагноза? Итак, давайте скажем, во-первых, все дети абсолютно разные. Мы сейчас, наверное, говорим о детях, хотя диагнозы получаются сейчас и взрослые люди тоже. И мы стараемся исходить из существующих критериев диагностических классификаций и, соответственно, критериев-то два. Это трудности коммуникации и социального взаимодействия. И вторая часть – это сложности обработки информации. И, соответственно, ригидность и негибкость. Вот их два основных ключевых дефицита. Смотрите, первое, что обычно замечают родители, это не говорит, не откликается на имя, потому что кто вообще должен знать о том, куда направить на диагноз аутизм? Это педиатр, к которому приходят. Это тот, кто проверяет слух, потому что к ним приходят, говорят, на имя не отзывается, что-то не реагирует. Это медсестры, которые часто к ним приходят и говорят, вот он падает, кричит, отказывается. Помните, как вот эта маленькая девочка? То, что она могла делать в полтора года, каждый ребенок отфризничает и отказывается, это было окей, но она продолжила это делать и в три, и в три с половиной, и без специальной помощи не смогла бы. И в этом разница. Все дети могут плакать и не всегда подходить и не реагировать, но человек с аутизмом, ему труднее будет устанавливать вот эту социальную коммуникацию и взаимодействие. Вы на самом деле можете посмотреть на сайте фонда Выход, опять же, целый список вот этих красных флажков, там есть даже онлайн какая-то штука, типа они из чата сделали, можно заполнить на своего ребенка. И такие же ресурсы есть англоязычные в больших количествах, так что это-то само по себе не сложно. Мы сейчас довольно хорошо знаем, как ставить диагноз аутизм. Международный стандарт 18 месяцев сейчас. Есть группы во Флориде и в других американских университетах, которые делают это ближе к году сейчас в том числе, но в широком смысле клиническом пока это не, ну это пока будущее. Пока вот 18-20 месяцев это стандарт такой постановки диагноза. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.